Мы выполним сейчас с вами несколько заданий, для того, чтобы немножечко закрепить и понятия, которые мы с вами усвоили на уроке, и те мысли и идеи, которые я на уроке пыталась я до вас донести. Итак, первое задание, оно такое достаточно простое, нужно, в общем-то, выбрать из перечисленного. Нужно ответить на вопрос, что из перечисленного отличает мораль от других форм духовной культуры. И мы с вами видим здесь предложение, опора на представление о добре и зле, определение образцов прекрасного, стремление к установлению научной истины, опора на принудительную силу государства. И здесь мы с вами, я думаю, что вы это уже поняли прекрасно, что когда мы говорим о морали, и мораль, она всегда основывается на понимании и на представлении о добре и зле. Моральный выбор, это всегда выбор между добром и злом. Поэтому, конечно, здесь правильный вариант ответа, это первый. Второе задание, вам нужно определить, какое суждение является верным, суждение о морали, а какое неверным, или оба верны, или какое-то только одно из них. Итак, первое суждение, нормы морали фиксируются в законах и подзаконных актах государства. И второе, самоконтроль человека, это основа морального регулирования его поведения. Ну вот давайте посмотрим. Первое, нормы морали фиксируются в законах и подзаконных актах государства. Я думаю, что если вы меня внимательно слушали, то вы для себя уяснили, что нормы морали, в отличие от норм права, не регулируются законами. Мы не можем на законодательном уровне кого-то поступить хорошо, заставить поступить хорошо или запретить ему поступить плохо, заставить его выбрать добро или запретить ему выбрать зло. Этого сделать невозможно, поэтому нормы морали не фиксируются в законах. Они фиксируются, может быть, в каких-то представлениях, пословицах, поговорках, сказках, мифах, потому что там тоже несется определенная мораль, в каких-то литературных произведениях, в наших представлениях, но не в законах. А второе, самоконтроль человека, основа морального регулирования его поведения. Понятное дело, мы сейчас с вами говорили о том, что общество тоже нас каким-то образом может, конечно, контролировать, выражая свое согласие, несогласие, одобрение, неодобрение. Но самый главный контроль, конечно, внутри нас. Это наша совесть, это наш самоконтроль. Поэтому, если он у нас есть, то тогда, наверное, все-таки мы сможем разобраться в том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому в данном случае ответ верно только Б. Ну и последнее задание на такое рассуждение, скажем. Вот ситуация следующая. Наташа и Вика дружат с детства. Еще зимой они решили, что проведут летний отпуск на берегу моря. Девушки планировали отдых, покупали красивые наряды. Билеты и путевки были уже куплены, но Вика сломала ногу. Наташа очень переживала за подругу, но отказываться от своих планов не собиралась. Она много работала и хотела отдохнуть. Девушка не знала, как сказать об этом своей подруге, когда пришла ее навещать. Но Вика сама предложила Наташе не менять планов, а поехать на юг. И Наташа уехала. И вот вам задание. Объясните с моральной или нравственной точки зрения поступки каждой из девушек. Вот с моральной точки зрения. Как поступила Вика и как поступила Наташа. Я думаю, что вы можете сделать какой-то определенный выбор. Вернее, оцените это. Вы даже на примере этого поступка, вот этой ситуации поймете, что сложно сделать такой нравственный выбор на самом деле. И все его делают по-разному. Если вы хотите услышать от меня мой вариант ответа, то, конечно, с нравственной точки зрения абсолютно правильно. И в соответствии с нормами морали и с представлениями о добре поступила, конечно, Вика. Потому что она не захотела ущемлять интересы своей подруги. Она не захотела, чтобы ее подруга каким-то образом страдала. Ей захотелось, чтобы она отдохнула, получила какое-то удовольствие. Даже в ущерб себе, хотя она себе этого позволить не может. То есть в данном случае она как бы заботилась о своей подруге. Если говорить о поступке Наташи, то, конечно, с нравственной точки зрения она поступила не очень. Если говорить о морали и о том, как бы должен был нравственный человек поступить, конечно, она должна была бы поддержать свою подругу, сдать путевки и остаться с ней для того, чтобы как-то выразить ей свою солидарность. Моя точка зрения. Попробуйте ее опровергнуть. Но я надеюсь, что большинство со мной согласится. Вот такие задания, которые, собственно говоря, я надеюсь, еще раз позволили вам проанализировать и осознать тот материал, который мы с вами на уроке изучили. Ну и я предлагаю вам все-таки в качестве домашнего задания подумать над такими словами философа Жанна Поля Сартера. Даже в том случае, если я ничего не выбираю, я тем самым все-таки выбираю. Это о том, что вот вроде бы иногда мы подчиняемся чьей-то воле и считаем, что мы не ответственны за свои поступки. А вот Сартер считает по-другому. Попробуйте согласиться с ним или опровергнуть его. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok